На этом участке сварочного цеха Амурского судостроительного завода ежедневно трудится около сотни человек. Именно здесь собирают секции будущего парома. На каждую уходит от одной недели до трех месяцев, в зависимости от сложности. В ближайшие дни их отправят на эллинг и где начнут стыковать блоки. Мы сейчас собираем как бы среднюю, ну середину, то есть нищевые, портовые второго, четвертого блока. То есть это как бы центр корабля практически. Сейчас на переправе работают паромы, построенные почти 40 лет назад. Вместимость строящегося судна будет на порядок выше 150 пассажиров, 70 машин и автопоездов, 30 железнодорожных вагонов. Общая стоимость проекта порядка 10 миллиардов рублей. Почти половину этой суммы выделил Фонд развития Дальнего Востока. Сейчас на этом участке завершают сборку бортовой секции уникального для России грузопассажирского парома. Она состоит примерно из двух тысяч деталей, ее вес 56 тонн. Толщина наружной обшивки 300 миллиметров. Это в три раза больше, чем у обычных гражданских судов. Все потому, что новые паромы будут работать в сложной обстановке. Несколько месяцев в году им придется ходить через лед в татарском проливе. Еще одно принципиальное отличие судов – скорость. С вводом в эксплуатацию АОН запланирован на 2019 год добраться с острова на материк можно будет за 10 часов. Сейчас этот путь занимает почти сутки. Работа ведется. Мы придерживаемся тех графиков и тех сроков, которые прописаны у нас там. Продолжение следует...